Я сразу спрашиваю, у вас такая книга дома есть? И вы её читаете? В Библии, да. Но нет. Нет? А что? Если не считаешь, ты путь истинный не знаешь. Христос говорит, я есть путь истинный, жизнь. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Ты будешь знать Библию, ты будешь знать жизнь, для чего живёшь. Будешь верить во Христа Спасителя, если Бог даст веры, что Христос умер за наши грехи. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. А не считай, ты ни одного слова не знаешь. А чем же ты? Ну как? Ты смотришь на товарища, вот если бы был ты среди где-то там тайги, работал один, грибы собирал, у тебя бы мысли другие были. А тут девчонки, ребятишки, у тебя мозги-то все опухли, и всё, и ничего не знаешь. Тут вместо рулетка-то для молодёжи вообще делать нечего. Здесь разврат один, пакости. Содом и Гоморра. Мы пришли сказать людям, кто занимается этим делом, вот что здесь делают. Это огонь вечный, мука с сатаной в огне. Надо веровать, молиться, беречь себя для Бога, потому что мы, Его творение, Он наш хозяин. А как без Бога? Вот у нас детский лагерь, детский лагерь, я начальник его был 45 лет. Мы встаём в 5 утра, в 5 утра, все дети знают это, и молимся утром, гимнастикой занимаемся, потом работаем, а в 8 утра завтрак. Потом купаются, игры разные, до обеда работаем все. Мы настоящее готовим мужественных людей. А это вот у нас козырёк, чтобы наверх вот так, как доска у быка будущего, чтобы не висел, а назад повернутый был. Ты можешь повернуть фуражку? Покажи, что ты меня слышишь. Ну-ка, как получится? Во! Да? Да, а она тебе не нужен козырёк-то, ты больше видеть будешь. Это зайдёшь, если она наш Ютуб. У нас в Ютубе канал называется «Во свете Библии». Можешь найти, зари, иди попробуй. Ну-ка. «Во свете Библии». Видишь, как ты хорошо выглядишь сразу. А доска висит ещё. «Во свете Библии». Можешь зарядить. А ну-ка, найди «Во свете Библии». Игнатий Лапкин добавь. Игнатий Лапкин. Это я. И сразу откроется наш видеоканал. Это огромный видеоканал. У нас своих роликов там 15 150. Как ещё раз? «Во свете». Свет, который падает сверху от солнца. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Нашёл. Открылась? Да. Сколько подписчиков? 36 тысяч. 36. А вот там как-то главная страница открывается. Сколько всего на канале просмотров? Там 35 миллионов. У нас очень богатые ресурсы. А вот если, ну, допустим, тебя Господь коснётся, а ты что-то не можешь ответить-то, можешь на меня выйти в скайпе. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. По скайпу. А вот если вот во свете Библии, Игнатий Лапкин, только не в Ютубе, а через Гугл, зарядить сайт. Сайт. Зайдёшь на сайт. Там море. Там 30, 41 книга мной написана. Книги. Там библиотека целая. Как мы детский лагерь, как мы деревню православную строим. Сайт называется. Себе побереги для памяти. Такого сайта больше нет в интернете. Там я веду занятия в университетах, по радио. Отмечаю на 4124 вопроса. Там 55 папок. Ткнёшь папку, допустим, православие, или иудаизм, или работа, семья, дети. Какая папка называется? 55 папок. И там одни вопросы. В каком томе, какой вопрос. Ткни в него, дальше идёт разворот. Мировая поэзия. Там 50 книг только аудио начитано мной. Там были. Это Бог благословил так. Вам будет очень интересно. Даже ты дорогой где-то едешь, включил и на диск запиши, и всё слышно. Это богатство. Там Библия начитана, архипелаг ГУЛАГ Солженицына. А так-то ты её не прочитаешь, да и книгу ты не достанешь сразу. Вот. Если вопросы есть, можешь задать. А вы с новостей каналы? Да как? Найти в скайпе Игнатий Лапкин. В скайпе вы меня найдёте. Тогда я там все ресурсы, всё скину. Но заходить надо с 4 ночи до 4 дня по московскому времени. С 4 до 4. Вот сейчас утро. Мы в Барнауле, Барнаул, Алтайский край. Мы сейчас в церковь идём. У нас занятия идут. И вы, если зайдёте здесь, зарядите дети. Вот на нашем Ютубе поисковик зарядить дети. И увидишь, как занятия идут. Какие у нас ребята, девчата. Ты скажешь, я никогда таких не видел. Как они одеты. Какие они чистые, красивые все. Ну, вот посмотри. Мы смело говорим, что в Ютубе больше такого видеоканала нет. Ну, представь себе, 15 тысяч роликов. Вот если на наш Ютуб будешь заходить, сейчас я не знаю, как... Если бы у вас вопросы были, то это было бы проще. Вы бы себя уже завтра увидели на Ютубе. Как мы разговаривали. Если слово дети на Ютубе зарядить, будете занятия с детьми, занятия. Как в церкви у нас одетые люди. Нашёл, нет? Так, я тебе покажу сразу. Посмотри на меня сюда. Вот такая книга. Как называется? Библия. Вот. Это главная книга мира. В ней всё даётся ответы. Если в доме нету, постарайся хотя бы Новый Завет купить. В храме православном. Нигде-то. Потому что с Богом Господь тебя охранит. Вот утром выходишь, а там опасности от людей, машины. Ты всегда перекрестись перед дверью и скажи перед Богом, отрекаясь от сатаны и всех делов, и всех ангелов его, и гордыни его. И иди. С тобой никогда ничего не будет. Господь тебя охраняет, ангел-хранитель. Никогда ни в чью машину не садись. Никому к ребятам домой не заходи. Там-то в опасности большой. Могут что-то добавить, уснул, а дальше что угодно. Детей воруют, молодых ребят размонтируют и лёгкие отдельно продают. Там что? Печень. Береги себя. Тебя как звать-то? Дмитрий. Геннадий? Дмитрий. Дмитрий? Ну вот меня Игнатий Лапкин. Да благословит господь Дмитрий. Это имя, правда, в христианстве есть, но оно от языческой богини Дмитрия взято. Перевода нет на него. А вот если Михаил, Миша, что такое Михаил? Никто как Бог. То есть равных Богу никого нет. Фамилия. Михаил. А если первый Ил стоит впереди? Илья. Илья. Означает Бог моя крепость. С еврейского. Имена-то не наши. Мария. Ну, Машенька. Госпожа. Видишь, ты все будешь знать. Ты будешь интересен для людей, полезен для них. Это не открылось там, где дети? Занятие. Занятие дети вот так можешь поставить. Ну-ка, дай мне знать, что нашел. Я с утра молился, чтобы Бог послал хороших людей. Потому что рулетка это развратное место с садом. Бог выжигать его будет. Ты знаешь, кто изобрел эту рулетку-то? Нет. Андрей Терновский. Школьник. Семнадцать лет ему. Он говорит, на одни двойки учился. Я говорю, экзамены не сдать. Я подумал, что-то надо думать. И вот придумал вот это, где не регистрироваться, ничего не надо. Что угодно творят. Голые там, безобразища, совокупляются, блудят. И сразу стал миллионером и уехал в Америку. Уехал где-то на Лазурном берегу живет. Ну, никогда интервью не дает. О чем он скажет? У него ничего и нет. Ну, что создало там? Мы молимся. Господи, обрати его. Конечно, место грязи, пакости, но не будь этой рулетки мы с тобой не встретились. Опять же, еще там не открываются дети занятия, Ну, тут типа, кто будет вести занятия с детьми? Очередность? Да, есть? Занятие с детьми открылось? Ага. Вот, потом маленько продерни так, ты увидишь, какие сидят дети, как они одеты, как занятия идут. А, вот. Видно? В этих. Ну, как? Да, в этих. Какие наши девочки? Посмотри. Как они называются? Платки. Хорошие? А они верующие, скромные. И ребята тоже. У нас не дерутся, ни скверных слов не говорят, ничего этого нету. Ну, если, Дмитрий, вопросы есть, задавай. Вот, у вас называют Димой, а у нас называли Митя. Митя. Это у Достоевского так написано. У меня отец Тихон Дмитриевич. Это дед у меня был, Дмитрий. Если есть вопросы. Есть вопросы какие? Ну, тогда так. В скайпе Игнатий Лапкин. Вы меня найдете с четырех до четырех Москвы. С Богом, Дмитрий. Храни тебя. Как вы знаете, что он воскрес? Это сейчас пасхальные дни идут. Сорок дней будем приветствоваться так. А на сороковой день Господь вознесся. А почему у тебя день? Так, я хочу сначала спросить вас. Такая книга вам известна? Да, известна. Вы считали ее когда-нибудь? Да, читали. Это главная книга мира. Это главная книга мира. По количеству тиража по времени. Первая книга написана 1600 лет назад. Да, что я говорю 1600 лет назад? Ошибцы. 3600 лет назад. В Библии, которая... Можно вопрос? Да, поближе микрофон только возьмите, чтобы слышно хорошо было. Да, можно вопрос? Что-то скрылись, не видно вас. Так, слышно? Нет, не видно. Там какая-то только... Вот так. Я это делаю, чтобы было слышно. Так, подождите. У вас микрофон ближе нельзя поднести к вам, чтобы слышно было хорошо? Так слышно? Да, вот так слышно. Вот, я тогда так буду говорить. Ну ладно, хорошо, говорите. Я говорю, у вас день сейчас? Что? Что? У вас сейчас день? Да, у нас, ну как день сказать, 7 часов утра. А где вы живете? Город Барнаул, Алтайский край. А у нас сейчас 2 часа ночи, ой, 3 часа ночи. 3 часа ночи? Так вы сейчас где находитесь-то? Где-то в конце, там, около границы западной. Ну, московское время, московское. Ну да, ну понятно, понятно. А мы сейчас в церковь собираемся пойти. А что вы пропагандируете? Вот это, не пропагандируем. Здесь, вот это место грязи и блуда всякого. И один у нас тут брат умирал, он 2 ролика составил здесь, беседовал. Я посмотрел ужас Содом и Гаморра. Я здесь нахожусь уже 82 дня. Мы несем слово Божие, что так жить нельзя. Они тут безобразничают, блудят люди. И мы говорим о Христе, о Суде Божьем, что Христос умер за наши грехи. То есть проповедники православные. Но вы же понимаете, что всем похуй вообще абсолютно. Про что понимаете? Всем глубоко на это плевать. Ну, мы должны говорить, что Библия написана. Я в это верю. Я так жизнь прожил. Я вижу на практике это все подтверждается. И кроме того, Бог отвечает на молитву. Если люди живут не по заповедям Божьим, они лучше бы не родились. Написано, праведники будут с Богом в раю в Царстве Небесном, а грешники мучаются с сатаной в огне. Гореть день и ночь бесконечно. Ну, блин, я не знаю, по-моему, люди нормально живут, продвигают науку, занимаются делами какими-то. Ну, правильно, правильно. Строят машины, делают телефоны, не знаю, создают инфраструктуру. Ну, без Бога-то это ничто не значит. Человек себе не принадлежит, его Бог сотворил. И за гробом иная жизнь начинается. Как Лермонтов писал, есть Божий суд на перстнике разбрата. Только не ругайтесь, чтобы... А то люди не любят. Не, я говорю вам о том, что сейчас наука доказала все в принципе. А наука вообще ничего не знает. Это слепая, безумная старуха. Вчера одно, сегодня другое, как история. В 91-м году экзамены по истории в Советском Союзе отменены полностью были. Почему? Написано, известие пишет, история страны чудовищно искажена. Так и наука. Еще на наука докажет. Ты на себя посмотри, как у тебя все органы. Только ты подумал, не надо переключателей никаких. Говоришь слова, все... Мудрость, вселенная какая, что нас окружают живые организмы и растения. Все премудро, все разное. Это великий Бог, творец, как пишет Оду Гавриил Романович Державин, учитель Пушкина. Ода, Бог. Слушай, ну, а вот как вас зовут? Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Так, подождите минутку. Так, подождите, я скажу, а то иначе отключится, не узнаете. У нас очень большой видеоканал, 15100 роликов. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Где-то черкните, пока нас не разлучили. Игнатий Лапкин, а вам не кажется, что вы одержимы? С чем? Ну, в прямом смысле этого слова. У меня документ есть. Когда меня судили, отправляли на проверку психиатрию. У меня прекрасная характеристика. Я не где-то работал, а в органах МВД. Таких не держат. Служил в вашем флоте, в ракетных войсках. У меня блестящая характеристика. Я вас, кстати, сейчас тоже записываю. Так, вы сейчас, когда зайдете во свете Библии, Игнатий Лапкин, на сайт, и вы увидите там все, беседы, какие люди. А если по скайпу у вас будет нужно побеседовать, Игнатий Лапкин, я один с этой фамилией, именем, на весь интернет. Приготовьте вопросы. Вообще как? Так, так. Я понял, короче. Ну, говорите, какие вопросы. Пока время есть. Хоть минут 10 я еще могу быть. Вы пытаетесь на этом зарабатывать? Как зарабатывать? На чем? Ну, на людях, наивных. Я заработал, в пяти тюрьмах отбывал срок, за слово Божие. Вы на мою биографию, когда зайдете на сайт, вот зарядите, во свете Библии, Игнатий Лапкин, через гугл зайдите, не ютуб, а сайт. И на сайте там увидите 41 том моих книг. Увидите, как я веду занятия. Я это обязательно сделаю, правда вам говорю. Но можно вас тоже попросить тогда прочитайте, что такое Криспо, Криспо. Что такое? Что такое? Криспо. Критика? Критика. Нет, К-Р-Криспо. Криспо, так называется. А что это такое? Это инструмент генетической модификации. Да зачем это нужно-то? Я живу... Вас как звать-то? Руслан. Не понял. Руслан меня зовут. Христиан? Христиан? Руслан. Руслан? Да. Так Руслан, это вы не крещеные? Ну, к сожалению, нет. Ну, Руслан, такого имя вам в церкви не дадут. Ну, Руслан, это я не знаю, Рустик есть, Рустика могут назвать. А Руслан, это Людмила Пушкинская поэма. Так. Руслан, Руслан, это исконно русское имя. Ну, нет его в Святцах, то в чем дело-то. У нас по Святцам называют, а по Святцам 750 имен. А в этого употребляются 33 только имени, потому что называют вожделение. Руслана нет такого имени в Святцах. И священник ни один в Руслана не крестит. Ну, и я об этом ни капли не сожалею, как бы. Нет, я просто говорю, чтобы вы знали. Нет, знаете, что я считаю вот по этому поводу? Нужно просто человеком быть, да, и вы правы, конечно, в том, что многие занимаются, грубо говоря, плохими вещами, но от этого как бы никому ни тепло, ни холодно. И главное, чтобы закон не нарушали и другим жить не мешали. А для кого? А тюрьмы для кого, Руслан? Какую тюрьму-то для кого? Для тех, кто мешает жить другим. А кто мешает жить-то? Теперь разобрались, кто Ленин, какую страну проглотил, кто Сталин. Теперь говорят-то, кто Берия, кто руководил страной? Все до одного. Без Бога ничего не можете. Это Евангелие от Яна, 15 глав, 5 стих. Без меня не можете делать ничего. Христос говорит. Я могу это подтвердить? Я 56 лет несу это игорь. Радость со Христом. Притом, я был начальник детского лагеря, образовал его, 45 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Я зарабатываю на этом? Нет, ни рубля. Строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Одна деревня на всю страну. А порушено 21 село исчезло. Вот мы сделали поездку, у меня из печати вышло 38 книг, томов. И 7 еще в интернетной версии. И Бог положил... Подождите, а вот как вы относитесь к тем людям, которые, вот допустим, наш главный, да, этот поп, или как его назвать? В церкви священник? Ну, самый главный в России. Патриарх, патриарх Кирилл. Вот. Вы видели, насколько дорогие его наряды, насколько... это не его наряды, это церковные, он надевает и снимает их, они ему не принадлежат. Я вас прекрасно понимаю, хорошо, а какие большинства этих верующих, да, какие у них дорогие машины? Ну, ладно, ладно, так, у меня нет машины, кроме велосипеда никогда не было, и у меня пенсия, слушай, Руслан, у меня пенсия в данный момент сегодня, вот на 5, сегодня 6, или 5, 5 вроде бы, а 5 мая, пенсия у меня за 35 лет стажа на работе, на стройке, 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Это я за интернет, за электричество, питаться, за все, одеться должен. Я не ропщу, я благодарю Бога, я живой. У меня нигде приработка нету. Я живу очень экономно. Так, вы ушли? Христос воскрес! Воистину воскрес! Умница! Я хочу сказать вам, мы здесь для того, чтобы людям показать, что жить надо, как нам Христос говорит в этой священной книге Библии. Тогда будет по-другому все в этом мире. А здесь место разврата Содом и Гоморра устроили. Половина мужиков голые лежат, совокупляются, занимаются анонизмом, с чем угодно. Это объединенные, это даже не люди, я бы сказал так. Так, и примерно 80% мусульмане. Примерно. Я с ними разговариваю, когда их несколько человек бывает, так интересно. Я говорю, а вы зачем здесь? Ну, познакомиться там. Я говорю, всем знакомиться, что ты обманываешь? У тебя дома 4 жены, и за каждую колым платить надо, а здесь 44, голые даром. Вы вот тут южные жеребцы на наших кобылах скачете, хохочут, сидят. Я говорю, не надо смеяться-то. Вы, если вы мусульмане, вы должны знать свою книгу хотя бы. Должны знать, что тут написано. Прочитай, что написано, я говорю. 160 человек опросил, и ни один не может прочитать. Я им говорю, вы такие же, как мы православные, тоже стоят по-церковно-славянски, ничего не понимают. Я вас не осуждаю, я просто говорю, чего ж вы пришли-то, сюда. Поговорить тут не с кем. Редко вот так, чтобы как вот с вами разговариваю. Мало, матерейцы начинают. Мы, кстати, много народов встречаем, с которым действительно можно поговорить вот. Так. Да, на своей профессии. Да. Мы, я вот здесь нахожусь в рулетке, уже 82 дня. Мы проповедники православные. Мы людям рассказываем о Боге, о вечности, как надо жить по заповедям Божьим. Много мусульман, 80% примерно. Я говорю, ни один не может прочитать. Я им показываю в эту книгу, я говорю, читали мусульмане. Считай, что написано. 160 человек опросил, ни один не может прочитать. Хорошо ли это? А мы проповедуем. У нас книга священная называется Святая Библия. Вот. Слава тебе, Господи! Христос воскрес! Воистину воскрес! Именно так. Мы это узнаем все из священной книги, изданной по благословению патриарха Кирилла. Святая Библия, которая дает нам направление, жизнь, любовь к Богу, ибо Сын Божий умер за наши грехи, Иисус Христос, чтобы шли в православную церковь, исповедовались, жили по Божьим заповедям. Вы можете зайти на наш Ютуб, у нас большой канал, называется Во свете Библии. Во свете Библии.